Тяжела жизнь свободного художника. Да, только вот не в Мексике. Там уже 70 лет правительство заботится о своих гражданах, занимающихся творчеством. Все просто, они не платят налоги деньгами. Только представьте, за всю свою жизнь мексиканские художники не выплатили и пени в государственную казну. И при этом они добропорядочные граждане. На территории Мексики действует программа Pego en Espeche, которая позволяет художникам выплачивать налоги своими произведениями. Так называемые выплаты осуществляются раз в год с января по апрель. Количество картин, которое необходимо предоставить, зависит от числа проданных работ. Получается, если продано до пяти картин в год, вы сдаете в налоговую одну картину. Шесть-восемь картин вы сдаете две. И так это количество может достигать шести работ в год. Программа появилась в 1957 году по инициативе группы художников во главе с Давидом Альфара Сикейросом. Предложение было одобрено и положило начало инновационной финансовой программе, к которой присоединились такие великие художники, как Диего Ривера, Руфина Томайо и Рауль Ангиано. Но официальное оформление было одобрено только в 1975 году. 20 лет прошли в ожидании одобрения проекта. А все из-за разницы во мнении, какая судьба ждет картины налогоплательщиков. В правительстве финансов и исполнительной власти возникли споры по поводу дальнейшего будущего картин. В основе проекта лежала постройка Национального Мексиканского музея искусств, который планировалось заполнить за счет работ, собранных как налоги. Однако Министерство финансов не горело желанием передавать право собственности на картины сторонним организациям. В результате был построен музей Министерства финансов, который существует и в наше время. Картины художников выставляются по всей стране и участвуют в международных выставках. А право собственности на эти работы остается за министерством. Участником Пего Н. Эспиши может стать любой художник, проживающий на территории Мексики. Требуется пройти регистрацию в Федеральном Реестре налогоплательщиков и оформить заявление на участие в программе, которая подается очно в любом офисе налоговой службы. При этом заниматься можно не только живописью, но и скульптурой, гравюрами, фотографиями, инсталляциями и цифровым искусством. Работы должны быть подписаны, датированы, обрамлены, окаймлены и связаны телеграммой. На гравюрах также должен быть серийный номер. Ценность картин определяет специальная комиссия и подходит к этому вопросу очень скурпулезно. Оценка проводится Министерством финансов вместе с комитетом, в состав которого входят представители Национального института изящных искусств и специалисты в этой области. Так что все очень серьезно. Помимо качества проверяют и подлинность работ, поэтому передать свою картину другому художнику не выйдет. Принцип налогообложения людей свободных профессий в Мексике уникален. Еще ни одна страна мира не пришла к такому результату. А между тем 80% стран теряют миллионы налоговых выплат в отрасли изобразительного искусства. И это неудивительно. Как отследить доход людей, которые работают вне системы. Да и нет у художника в жизни стабильности, ничего с этим не поделаешь. В США и Австралии существуют специальные льготы. Во Франции представители свободных профессий отведены в отдельную категорию и их ставки снижены. В России художники должны оформить ИП и завести кассовый аппарат. Кассовый аппарат это серьезно. Если художник не выдал вам чек, картина бесплатна. Сегодня программа «Платежи натурой» Министерства финансов и государственного кредита составляет одну из самых важных коллекций современного искусства в Мексике. Специфичные профессии требуют не менее специфичных решений и кажется Мексика справилась с этим на все место. Надеюсь, скоро появится какой-нибудь российский проект с подобной идеей. А так, не хотите платить налоги деньгами? Переезд в Мексику и профессия художника – это для вас!